Тема моих сюжетов проста. Я показываю историю. В 95% случаев это история моего города, города Магнитогорска. Как ни странно, но при уменьшении количества людей, работающих на ММК, количество жителей иногда возрастает, иногда нет, но не падает ниже 430 тысяч человек. Вопрос другой. Строительство идет нормальными темпами. Город реально развивается. Где люди то? При этом не только правый берег, но и левый. К слову об экологии. Количество загрязнений от лучшего комбината и большего, чем где-либо в мире, стремительно сокращается. И это очень хорошо. Но почему в моем повествовании будет левый берег? А точнее улица Грузинская 4. Потому что здесь изготавливают то, без чего жизнь может быть, но это не идеал. В идеале мы должны, нет, мы обязаны получать йод. Я не противник рыбы из реки, но йод только в океанических и морских рыбах водится. Причем йод находится именно в мышцах и костях. Ну, кости мы не едим. Мы едим рыбу из морей и океанов. И давайте определимся, что такое Россия, чем был СССР. Это самая громадная территория в мире. Естественно, есть моря и океаны, но расстояние у нас не маленькое. Это не сотни, а тысячи километров. И, конечно, видя разморозку, у нас возникает вопрос о разморозке. Да не на каждой территории вы можете вкусить рыбу горячего копчения. И вряд ли вы купите соленую. Но благодаря расстоянию мы это делать умеем. К слову о том, куда мы приехали. В рыбку люкс. Здесь, на грузинской 4. И я вас понимаю. Вы достаточно часто покупаете пересоленую, высушенную рыбу. И боитесь вкусить то, чем ее коптят. Непонятно где. А вот теперь правила другие. Как и человеки, продающий вам идеал. Да, господа мои, идеал. Идеал, заслуживающий наград. Вот они. Все призовые места. А есть еще и золото. Золотая медаль для лучшего и качественного продукта из мира красной рыбы. Нерка. Вы попробовав и вкусив, забудете другие места. А узнав цены, приедьте сюда на грузинскую 4. И вот наша проблема. Как из мира стандартного и не самого качественного копчения и соления сделать правильный выбор. А вот поэтому тема нашей беседы. Как реально разморозить, посолить и закоптить. То, что вы должны делать, если не хотите базедовой болезни. Не знали? Уж поверьте мне, я много чего знаю. А с раком мозга можно было бы к практическим кандидатам технических наук добавить должность доктора по онкологии. Но давайте определимся с ценой вопроса. Поверьте, без повара никто из нас, никто, никто не существовал, как и без мойщицы. С большим уважением к ним надо относиться. С большим. К слову о том, что эти лучшие повара или коптильщики работают. К слову, процедура качественного копчения это такая же большая процедура, как к выбору рыбы. А пока вы смотрите, как никому не нужны ротаны, будут с лучшими окунями из морей и скумбрии и селедью получать горячие копчения, я объясню. Таких специалистов в городе чуть больше, чем операторов. Или столько же? Это уникумы. Они делают из рыбы идеал. К слову, вот вам правильная тема, как можно, не разорвав мышцы, сделать идеальный вариант. Вот обратите внимание, не каждый это может сделать, а я ее в действительности показываю. Вам занимайтесь, пожалуйста. Потому что вот именно так размораживается рыба. Не просто ее бросают куда-то, пункт номер один, нет. Она должна спокойненько, не торопясь размораживаться. Вот мы сейчас показываем женщину, девушка, естественно, красивая, просто замечательная. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Специалист по производству, да. То бишь, первоначально, во-первых, рыба не просто размораживается, она в рассоле, качественный рассол. А, то, что должно быть. Теперь, что касаемо того, что я здесь показываю. Видите, потихонечку, а лучше деревянной ложечкой все это дело потихонечку смотрится, убирается. И после того, когда все это не торопясь разморозится, вы уносите все это дело на копчение. В данном случае мы будем говорить о нашем холодном копчении, вот за моей спиной, в то самое место. Теперь другой вариант. Да. Почему здесь отличная рыба? Сейчас объясню, почему она отличная рыба. Потому что даже если мы говорим про нерко, нерко, вот, давайте все-таки будем говорить, откуда наша рыба идет. Вся наша рыба идет с Камчатки. Ну, оттуда, с Дальнего Востока, поверьте мне. И когда начинают сказки ваши рассказывать, нет, конечно же, это все бред силы кобылы. Другой вариант. Какая нерко? Вот она, обратите внимание. Ее еще сложно разобрать, но уже кое-что делается. Почему нерко? Потому что, сейчас немножко объясню, и вы поймете. Я вчера зашел в другой магазин и обратил внимание, что есть такая штука, не здесь производится. Здесь вы видели, да, медали. Вот здесь все настолько идеально, что вы потом поймете. И куда заехать-то, в принципе, местечко такое есть на левом берегу, грузинское 4. Рядышком-рядышком тут находятся такие замечательные дома. Вы просто, просто обалдеете эти дома. Причем они отличные дома, выстроены прокат-монтажом. Ну, и монтажника. Вот прямо рядышком они стоят, сюда заходите и покупаете. Почему здесь все-таки та рыба, которая вам необходима? И не та рыба, которую я вчера видел в магазине. Потому что мне так кажется, может быть, я какой-то, может быть, с моей головой что-то неправильно. Мне так кажется, там одна горбуша просто резаная. И эта резаная горбуша продается вам под разными соусами. И причем иногда та горбуша, не всякая, изумительная, естественно, понимаете. В чем проблема? Когда мы берем здешнюю рыбу, нырку, да, во-первых, она не идет, куда? А, да-да-да, Камчатка. А вопрос возникает, вы же должны понимать, что красная рыба плодится. Логично? И представляете, вся эта рыба, которая плодится, поднимается, она, возможно, уже будет в никаком состоянии. Именно такую горбушу вам везде и всюду продают. А здесь все немножко по-другому. Это рыба, которая не плодится, она напрямую выловлена из моря. Обратите внимание, вот она, аккуратненько все это сделано. Видите? Все. И к слову о том, к слову о том, я просто покажу, ну, такое бывает, да, вот-вот, вот такая скумбрия. Скумбрия грамотно соленая и копченая, естественно, она идет без головы, вот так вот, полностью все убранное. А если вы покупаете что-то с головой, ну, это ваши проблемы, господа мои. Вот понятно, да, о чем идет речь? То же самое селедочка, вот она. Вот она, Фарерские острова. Давайте все-таки будем говорить о том, что такие вещи достаточно случаются и хорошо, красиво, ровно. То бишь, это селедочка атлантическая. Да, берется красиво, все делается. И у селедки немножко другая механизм, потому что, ну, понимаете, да, скумбрия она глубже, а селедка выше. И, естественно, тут мы будем говорить о разнице давления. Естественно, лучше в скумбрии кишочки убрать, так же, как и в нерке во всех делах. Для того, чтобы вы получали удовольствие. И это удовольствие мы готовим именно здесь. К слову о том, что нерка, мне так кажется, что она гораздо более вкуснее, чем все остальное. Хотя, в принципе, здесь есть крутые вещи. Чилийские, чилийские. Кстати, чили как-то мы не относимся вообще к каким-то проблемам. С чили можно рыбу брать, никаких проблем у нас нет возникает. Грамотно и небыстро мы размораживаем наш, а точнее, ваш продукт. Чтобы потом мы либо закоптили, либо засолили. А вот вам еще раз работа. Вы понимаете, во всем мире платится за труд. И видя, как это делается, мы будем платить. Только лучше платить здесь, на грузинской 4. И тогда мы платим за работу, а не за аренду. А то так получается, что аренда ушибает половину стоимости продукции. Сложная тема, аренда. Такое странное впечатление, что нас дурят и неоднократно. То есть, либо мы тратим за произведение, по сути, искусства. Здесь, на грузинской 4. Либо за что-то в два раза больше. К слову, про искусство. Видели брюшинку у рыбы? Брюшинку без костей. Теща зовется. Теща. Но это производные отежки. Оно не имеет никакого отношения к вашим семейным проблемам. Но вкусно, безумно, отчасти копченых рыб. И это из разряда совершенства. Обрезается изумительно. Но используя спецодежду. Но есть рыба без костей. Это эко-бар. Есть рыба хрящевая. А это акулы, стерлиди, осетрина и белуга. И то, и другое, это просто вкуснятина. Без костей. Вообще без. Съедается на ура. Еще более интересная штука – это форель. Форели бывают разные. В данном случае мы не будем говорить про большую форель. Вот небольшая форель примерно, ну, где-то на 2-3 килограмма. Она небольшая, естественно. А это уже большой лосось. Вот. Вот. Знаете, в чем проблема у нас возникает? Проблема в том, что рыба – это не то, что должно было есть каждый божий день. Хотя, в принципе, я сейчас еще раз говорю. Вот эта рыба, которую я вам в действительности показал, что это такое? Да. Это, естественно, наш йод, которого у нас не хватает. Вы понимаете, о чем я беседую, да? Потому что даже если мы будем говорить о речной рыбе, в речной рыбе того йода нет. И поэтому вы хоть что делаете, но эту рыбу вам необходимо покупать. Потому что нам нужен йод. В России, как бы, ну, особенно на Южном Урале йода как такового не существует в природе. Вот. Что касаемо, как эта рыба выращивается. Да, эта рыба выращивается в отдельных сетках. Если вы были в Анталии, если вы хотя бы ездили в район Кемера, то вы должны были понять, там дорога идет как раз вроде рядышком с побережьем Средиземного моря. Вот такие стоят. Вы посмотрите внимательно. Ну, в следующий раз прокатитесь, да и все. То есть стоят сейнеры просто. И вокруг у них 4 сеточки. Такие здоровые, здоровые сеточки. Вот там все это дело так же и выращивается. То есть, в отличие от другой рыбы, которую мы выращиваем и берем с океана, это рыба искусственного кормления. И не думайте, что эта рыба искусственного кормления плохо кормится. Нет, нет, нет. Ее кормят вот так, но ого, и поэтому она вырастает красиво. Да. Кто-то говорит и думает о том, что было бы интересно взять тунца. Но тунец тот самый, он работает только в некоторых местах. И в действительности самый простой вариант, просто грамотно выращивать, пока Россия не до этого не дошла. Но будем надеяться рано или поздно, да растет. И тогда можно будет брать вот такую красивую, сейчас скажу, сколько здесь рыбы. Она получается 8-10. Вот такая красивая рыба, да. Потом мы ее сделаем, и вы будете кушать замечательного лосося. Да. Ну, здесь можно и так же и кушать различную форму нерки. То есть надо понимать, что вот эта, видите, красивая. И вот эта красивая, она сделана только для вас. А еще будет она очень вкусная после копчения. Сейчас взорвусь. То есть вы понимаете, что работа ведется. То есть разморозка, день. Для вас, господа мои, лучшие товарищи и горожане. Здесь, на Грузинской 4. Дальше еще интереснее. Шампуры не одни. Потихонечку развешиваем на шампурах. Грамотно, с расстоянием, загружаем в большие контейнеры. И теперь самое интересное. Я не буду говорить, но есть самый быстрый способ копчения. После которого ваша печень в хлам. Там даже копчения нет. Там типа коптильные растворы на продажу. Где будет ваша печень и ливер? Им фиолетово. Им бабки нужны. Я категорический противник этого. Мне нравятся и старички, и старушки. Они знают много чего такого, что нам, друг Грацию, учиться бы на до. Так вот, этого не существует в природе. Не для этого рыбка люкс на Грузинской 4 сделана. Не для этого медали были. Не для этого специалисты лучшие. Плавно и не торопясь, чтобы не при большой температуре коптиться рыба на лучших опилках. Вот они. А чуть позже, чуть позже. И это не 2 часа. От 18 до 20 часов. А может и 4-5 суток. Вы понимаете о времени? Вы в конце концов должны это понять. Что металл выливается быстрее, чем готовится. Ваша рыба холодного копчения. С большим удовольствием относитесь к тем, кто для вас готовит. Здесь, на Грузинской 4. Вот такой, типа, для вас кошмар. А для меня удовольствие. Не быстро, но безупречно вкусно. С этим безупречным вкусом с вами делится рыбка люкс. Я не буду ничего говорить. Но то, что делается здесь, отличает большая удовлетворенность от приготовления. Поверьте, не везде и ни в одной точке, кроме грузинской 4 или паллады, вы можете это вкусить. И как? Очень вкусно. Очень вкусно. Замечательно. Не сможете это вкусить практически нигде. Почему? Очень просто. Продавцы должны продавать. Это тема продавцов везде. Вам впарят залежалый товар. В 99% случаев вам начало сюжета пересказать или позже в повторе на YouTube посмотрите. По сути, если есть мозги, а я знаю, что Магнитогорск и окрестности мозгами богаты, то все можно разобрать прямо здесь, на Грузинской 4, что дешевле. Либо с минимальной наценкой на палладе. Итак, вам еще раз я буду говорить, сколько здесь реально все дело стоит и в действительности все это здесь можно реально купить. Но ценники здешние совершенно немножко другие, чем там, где есть у вас типа аренда. Так вот, где аренда, так там семга, плац, стоит 1500 рублей, здесь 1300. Разница существует, да, 1200 рублей. Или все-таки можно пройти 200 метров, да, еще 100 метров, ну, чтобы все это дело купить здесь. То есть, цена, блин, 1100 рублей. Я думаю, что каждый может зайти сюда. Кроме всего прочего, и фарелит здесь чуть-чуть дешевле. Да, естественно, нерка самая любимая. Вот она, вкуснейшая. За нее, кстати, золотая меда рыбала. Съесть можно изумительно. А, вот у вас еще пласт эскалар. Ну, везде и говорят, что это масляная рыба. Не везде, правда, это говорят. Некоторые думают, что это все-таки осетрина. Нет, господа мои, это не осетрина. Потом уже мы когда-нибудь сделаем настоящего осетра, который будет с головой. Это можно будет сделать. То бишь, ценники на самый топ, я вам объясняю, даже в филе горбуша, причем горбуша здесь та, которая не идет на нерест. Вы не понимаете слово нерест? Что это такое? То бишь, горбуша идет выпотрошенная, потом она спускается. Некоторые доживают до спущения вниз, а некоторые не доживают. А вы думаете, что это недоживающая горбуша куда идет? Да вы ее едите, понимаете? Здесь такого нет. Извините, золотые и серебряные награды-то о чем говорит? О том, что, извините, даже продукция, которая здесь покупается, идет на ура, она смотрит человек, который этим делом занимается, и все остальное. И давайте все-таки определимся, можно ли пройти эти 300 метров, 200 туда и 100 обратно, или наоборот, без разницы. За такими ценниками я пришел. По одной простой причине, я вам еще раз, в очередной раз говорю, что нам без рыбы, качественной, океанической, жить не получается, потому что это йод, без йода мы не можем жить физически. А обратите внимание, что здесь есть, да здесь есть все. И к слову о том, я бы сейчас вам продемонстрировал и показал. Ну, а все-таки продемонстрирую и покажу. Там вы видели? А вот так вот, вот так вот, вот так вот делается. Та самая рыбка, которая плавает только вверх. Ну, два глаза идет вверх. Да-да-да-да-да-да. Причем, обратите внимание, она какая сочная, обалденительная. Хотите такую, так приезжайте сюда и вкушайте удовольствие за копейки, по сути. Если вы будете брать тамошние ценики. По одной простой причине, я еще и объясню, да, тамошние ценики вам сделаны для чего? Для того, чтобы вы все купили. И абсолютно не важно, свежая это рыба или нет. Вам все это дело втирают, втирают, а вы это кушаете. А мне-то не нравится. Или я не прав. Я думаю, что я прав. Теперь тема малость другая. Отличный вкус и как хранить его дольше. Ну, в принципе, умные поймут. Это просто удалив кислород. Его у нас немного. Но кислород нужен для нашей жизни и смерти. Это наша земля, данная нам Богом любимым. Но жизнь у нас одна. Так что живите грамотно, благодаря Иисусу нашему, Сыну Бога нашего всемогущего. Но мы научились продлевать жизнь. Часть из них заморозка. Часть удаление кислорода. И то, из чего есть все в атмосфере. Просто выкачивание и запаковывание. Не заморозка. Но вакуумная упаковка хранит в два раза дольше. И не будем дальше замораживать нашу вкуснятку. А для того, чтобы вы въезжали, есть фирменный лейбл. И зная о том, что по сути товар то для города, Я думаю, что подделок не будет. А самый простой вариант – приехать на грузинскую 4. За ням-нямычем. Не попросите, вам дадут. А затем там, где есть, вы сможете отследить и качество, и время. Вот так. Плохо, что вы не приехали на грузинскую 4. Будем надеяться, что к началу следующего сюжета Вы здесь все раскупите. Но все-таки, все-таки в розницу. В свою. Грузим машинку, и нас ждет паллада. В принципе, для тех, кто населяет большую по площади Орженикинзовскую часть, место хорошее. Еще раз говорю – аренда. Не свое. Думайте. Но когда сильно хочется идеал, Можно про аренду забыть. И вкусить. То, что нужно. И понять, что лучшая нерка – Это круче распиаренного чавычой. Но нерка интереснее. И мне кажется, вкуснее. Вы сами попробуйте. Вот только с неркой вы ее вкушаете в рыбе люкс. А где вы найдете чавычу? Вот вопрос. Скажите, пожалуйста, вам нравится здесь оливка? Нравится. Нравится. Вкусная? Да. Вы же человек, который кушал постоянную рыбу, да? Куба – это рыба. Да лисесо, да лисесо. И как оно? Очень хорошо. Великолепно. Чем вам рыбка-то нравится? Выкладка шикарная. Свежестью пахнет. Вот как-то так и получилось. Следующий материал. А для тех, кто дал мне жизнь, он бесплатен. Я оформлю в 3D графике. Но, чтобы вы поняли, Эта тема, в принципе, достаточно проста. Шатару Ставери пересекается с Чикалова. То есть Чикалова поворачивает либо в сторону горбольницы, либо на комбинат. 200 метров на юг. И налево. Или по фрунзе. То же самое и направо. Прямо за бани, через дорогу. Грузинская 4. Чтоб вы поняли. Вот другая тема левого берега. Идеальные дома. Крутые и навороченные на казахской. Идеал, как делается то, что показывает вам работу некомбинатовских структур. Крепкие, серьезные дома. Надолго. Больше, чем на одну человеческую жизнь. Прямо напротив. Грузинская 4. И теперь вопрос с вашей доставкой. Ваша доставка это максимум 3 минуты от фрунзы. Если топать шиворот на выворот и задом наперед. И вот то, что вы хотите. Да и я хочу. Я хочу такую рыбу. Я вообще как бы сторонник того, что люди работают. Вы даже не представляете, я посмотрел, какая это работа. Приготовление вашей замечательной, вкусной, соленой, рыбки горячего копчения. Или холодного копчения рыбы. Той самой, вкуснейшей. Сделанной для вас. Какая это большая проблема. К этой проблеме вы можете воткнуть еще и аренда. И вот тогда ценник станет вообще какой-то не совсем хороший. С другой стороны, я вам показываю то самое место, как сюда проехать. Улица Фрунзы, левый берег. Слева от меня, на расстоянии 10 метров, магнит. Справа от меня государственная аптека. За моей спиной 24-я полярная спасательная часть. Передо мной школа за частью в 100 метрах еще детский сад. То есть доехать вообще очень-очень-очень-очень сложно. Пешком можно пройти, если честно. И за детским садом прямо поворачивать направо, еще 75 метров. И приезжаете куда? На ту самую улицу. Грузинскую 4. Спокойненько выбираете цена вопроса. Вот с ценой вопроса. То есть если вы собираетесь что-то очень крутое брать, никаких проблем. Цена вопроса, естественно, с доставкой сюда вам обойдется в минус 1200 рублей. Неплохая сумма. Так ведь, да? Город Магнитогорск. Чем он мне нравится? Тем, что я прикольно езжу на велосипеде. Оттуда и дотудова. То есть в принципе по левому берегу или по правому берегу город пересекается туда и обратно не торопясь так, чтобы спокойно даже с ребенком, ну, с ребенком не получится. А без 40 минут на велосипеде. Чуть-чуть меньше на маршрутке. То есть разницы нету никакой. Но чтобы купить здесь то, что стоит дешевле, еще раз говорю, если мы покупаем рыбу копченую и соленую, без разницы, но океаническую, ну, можно и отечественную рыбу взять, которая у нас в водоемах растет, нам с вами, каждому из нас необходимо что? Нам необходим тот самый йод. И поэтому без качественной рыбы вам не обойтись. Так что прежде чем вы платите большое количество денег за аренду, я бы вам рекомендовал приехать сюда вкусить ту самую замечательную рыбку, которую я вам показал. А вы можете попробовать.